Они среди нас, но зачастую в обществе на таких людей стараются не обращать внимания. Лица без определенного места жительства или просто бомжи. Только за последние три месяца через полицию и соцработников прошли около полутысячи человек. Ведомства признают, они хоть и работают с бездомными, часто старания напрасны. Константин Кравцов знает почему. Ну а что, банька нормальная, душ, горячая вода, станки, все мыло. Бомж Владимир как новый рубль. Буквально светится чистотой. В санпропускнике он частый гость. Здесь приводят в порядок тех, кому помыться и постирать больше негде. Владимира впервые привели сюда сотрудники полиции еще летом. Тогда же в Абакане появилась спецгруппа по работе с бомжами. Оказываем помощь в зависимости индивидуально, каждому какая необходима по мере возможности. Конечно, кому-то бывает достаточно установить родственные связи, а кому-то в оформлении каких-либо документов удостоверяющих личности. За два с половиной месяца через этот отдел прошли более трехсот человек. Геннадий один из них. Имел статус бомжа последние семь лет. Сейчас есть крыша над головой, работа, которую тоже помогли найти стражи порядка. Мужчина не пьет и даже носит галстук. Но таких хэппи-эндов единицы. Город в социальном плане, он не запущен, но он довольно-таки такой, знаешь, не совсем ухоженный. Поэтому для бомжей есть, как говорится, есть какие-то меры где-то поживиться. Но это тоже не решение вопроса. Согласны с мнением Геннадия и социальные работники, но признают, программа помощи бездомным хоть и есть, пока обречена на провал. Ведь в республике всего одна социальная гостиница на 50 человек. Но живут в ней семьи с детьми. Нужно открыть еще, как минимум, одно заведение. Это может быть отделение ночного пребывания, где граждане могут переночевать в этом социальном центре. Это, естественно, будет социально-реабилитационное отделение, где с этими гражданами будут работать уже психологи, для того, чтобы их направить в центр занятости. Разговоры о том, что социальный центр нужен, идут уже минимум лет пять. Но главная проблема – финансирование. Как вариант рассматривается бывшее здание метвы трезвителя. Но чтобы его реконструировать и оборудовать, необходимо около 50 миллионов рублей. Рассматриваются и другие варианты. Определиться с выбором чиновники обещают уже в 2012-м. Другое дело, согласятся ли сами бомжи там жить. Ведь большинство бездомных ценят свободу больше, чем работу и жизнь по расписанию. Константин Кравцов, Дмитрий Корнилов. Новости, 7-й телеканал.